Доброе утро! Доброе утро, Игнатий Тихонович! Значит, с утра. Не совсем обрадовал меня брат Михаил. Громко скажи, что случилось? Снимали видеоролик, и я его стер. Когда на видеокамере, в общем, нажал два раза кнопку. Есть то, что, допустим, мы вот сидим здесь, разговариваем, можно повторить. А есть такое, что нельзя повторить. Тут можно повторить. Истирает это. Спрашиваю первый раз. Первый раз это случайность, может быть. Если два раза, то уже система. А что система? Ну, человеку говоришь, он одно и то же. Вот я смотрю сейчас ролики, у нас один только выходит из храма. Я стою рядом, у него козырек сзади. Он видит, только я на шестный велосипед, он мгновенно рукой переворачивает. Ну, явно дело, что он не хочет исправить это. Ты знаешь, что это нарушение опять. В одном ролике смотрим, во втором, в третьем, одинаково везде. Только отвернулся, даже богослужение стоит, башку завернул и грызет ногти. А девчонки вокруг него увиваются. Там смотреть не на что. Он на один день неверности и ничего нет слову своему. И все время оговорки, оговорки. Понимаете, что означает неверующий? Верующий так никогда не относится ни к себе, ни к другим. Но это в одном царстве, в одном государстве. Не у нас там было. Чтобы нам легче было это принять. У одного царя были разные сыновья. Я смотрю сейчас все утро, потому что мне давать названия какие-то. И здесь тоже. Смотрю, одного ролика нет. Перекрутил, туда-сюда нет. Я не совсем понимаю, что в такое время мы живем, и некоторые не понимают важность того, что делать. А ролик это маленькое кино или большое? Вот. Был такой злодей, самый большой злодей на Земле за 2000 лет. Дворянин Ульянов Владимир Ильич. Он это понимал. И говорил, кино это одно из самых важных средств агитации. А это кино. Вот мы вчера засняли, и у нас все сохранилось. И как на деревьях были и здесь, и какое непослушание там Кирилл с братцем своим полез куда-то. Двое потянулись, и все это заснятое. Это не просто слова. Человек смотрит это. Один осуждает. Вы с ними строгое говорите. Я говорю, а ты с детьми занимался? Нет. Он не знает, о чем говорит. Это самое злое, что есть на Земле, это дети. Самое злое. Когда говоришь, ой, дети это наше счастье, дети наши. Не надо теоретизировать. Вы на практике посмотрите, что с ними делается. Появляется в классе человек с недостатком. Прихрамывает. Он борется. Ему делали уже не одну операцию. Он едва-едва на ногу встал. Они все в классе начинают его дражнить. Это скопище злодеев. Учительница только как в доске отвернулась, и начинает рожи строить или еще что-нибудь, кнопки ставить ей. Там дети, где в послушании ходят, где руководство с умом старших, там это будущее нации. Здесь нет этого. Здесь ничего нету. У русских нет будущего. Запомните это. Растут люди жестокие, жестокосердные. Не понимают ни родителей, не щадят ничего. Сама девчонка растет там в 14 лет, куда-то ластится. Она кого выбрать может? Нигде в Библии этого нет, чтобы сама выбирала. Она дома должна сидеть. Посчитайте, кто выбирал Ревекки. Послали, а она никогда в глаза его не видала, какой он там смазливенький, какой одноглазый. Ничего этого нет. Но слуга, который был послан, или эзер, он загадал. Он не сказал, выйдет, и вот она такая хорошенькая будет, спереди и сзади есть на что поглядеть, пощупать. Нет, он сказал, если она выйдет и напоит ослов моих, это руками щерпать таскать было. Насос еще не был изобретен. А далее он стал загадывать именно добро. И она такая, сколько невест было, любая могла стать невестой, прабабушка Иисуса Христа. Но только одна подошла и полностью сделала то, о чем он загадал. Она видит, что это странники, подошла к нему и стала говорить, напоите ослов, волов, верблюдов, все это черпать надо. А дальше пригласила к себе домой. А у нас и солома есть, там косить-то негде было, каждый участок, солому ели животное-то. И домой побежала, сказала, и что они ей дали. И он стоял, и Бога благодарил, Господи, неужели только пришли и сразу ты ответил. Ну никто же сегодня из родителей так не ищет невесту. Он ее ищет сам. Истаскавшийся, и сблудившийся. В армию брать некого. Говорят, в армию он никуда не угодно, блуд сожрал. Он стоит вот такой вот хиляк. Нас когда в армию брали, даже маленько не слышишь, не видишь, старался как-то... Ну чтобы только в армию взяли. Если не взяли в армию, сейчас какой-то бракованный. Меня девчонки бортовать будут, отталкивать. Это все на будущее смотреть. Так это поколение рядом со мной. А сравнись с тем. И сегодня я гляжу. Вас выбирать-то некого. Некого. Ты отвернись от них, не смотри на них. А ты мух на них давишь. Вам никакого дела нельзя доверить. Только отвернулся, делайте уже пакость. Вот смотрю, даже здесь, даже съемка идет. И все равно он здесь ворочает свое. А какой вывод? Но вывод один только. Опустить руки, отойти от вас. Забудьте мне, ладно. Другой вывод. Я молюсь и начинаю трудиться. Какой бы ни был участок каменистый, я его разрабатываю. Я дроблю этот камень, уношу с поля. Из камней делаем ограду. Здесь будем запахивать. Землю будем покупать. Мешками носить. Но удобно. Как делается в трудолюбивых народах, таких как Турция. Я проехал, это все видел. У нас этого нет. Загаженная земля. Все заброшенное. 17 центеров с гектара пшеницы собирают. Это уже хорошо. А ведь есть, как Франция собирает, 47. Это постоянно. А если по 60 центеров, ну и сравни одно с другим. Вот ответ. Не досмотрел. Не досмотрел, не оценил, где ты находишься. Я вам говорю, Михаил. Здесь не прикасайся то, что снимаешь. Десятки раз проверь. Подойди, спроси. Вчера я скачивать надо и освободить. Много записано. Но в это время меня дернули в одно место, в другое, в третье. Я не знаю. Боюсь стереть. Пошел Володю звать. Вот когда фильм шел, я его позвал. Мы начали сравнивать по количеству веса, гигабайтов, сколько. Оказалось, я скачал, но не стер. Даже скачал, я все равно прекратил всякую работу, не прикасаюсь. А если не скачал, и пропадет неповторимое. Вот у человека свои вопросы были. Сергей Дмитриевич. Он отказывается. Я не хочу это видеть буду. Ну не хочу. Мне надо с ним беседовать. Я с ним беседую, а он на своем твердо стоит. Да нет, да не надо. Это мое личное. А это не его личное. Такое у многих людей. И я должен сейчас в течение нескольких минут переломить обстановку. А с ним-то приехал Михаил, и он ничего не может с ним сделать. Да нет, он не будет и то другое. Это такой человек, он засохший. Нет. Я никогда так не думаю. Я смотрю на него и начинаю дальше с ним беседовать. И он полностью согласился, как будто это другой человек. Свободно, открыто начал говорить. И все обвинения, какие были в его адрес, в его там где-то... Ну не менее там семидесяти обвинений. Я разобрал во свете Библии и показал, это не действительно. Он другой. Он интересный. Но его засушили. У него есть... Закрой рот. У него есть таланты, которые не развитые. Он еще не опоздал. Он еще живой. Он может. Так было? Да. Он даже не может еще осознать, что было. Скажи, Михаил. Так было так. Вот так. Никогда не надо опускать руки. Начинать надо работать с нуля. А есть люди, которые окончательно себя уже обрекли. Они не хотят исправляться. Они не хотят быть другими. Не трать зря время. Попытки были. Отошел. Это не мой товар. Это не моя клиентура. Я уже заранее говорю. Кого на будущий год заранее не будет. Те, которые ничего не хотят слышать. У них другой путь. Я их не осуждаю. Они избрали его. В некоем царстве, в некотором государстве. Сегодня уже звонки были. Значит, главное действующее лицо в том, что звонит Виктор Николаевич. Марьясов, другие уже в аэропорту. Звонит Николай Кручина. Встречать. На трассе. Я говорю, зачем? Но они же не были никогда. У меня приехали. Вот, пожалуйста. Никогда не был. Пожалуйста. А Рокин, Дмитрий. Он приехал. Свободно. За Арсением приехали. Никогда не были. Они свободно проехали. Почему мы должны ехать? А дождь или не дождь? Моросит. Дождя нет. Дорога выправлена. Застрянут. Вот тогда дадут сигнал. И ты выйдешь. Поэтому машина должна у тебя стоять почти-почти заведенная. В ту же минуту ты должен сорвать все ворота распахнуть заранее. Но поехать надо, видимо, не одному. Я не знаю. Кто-то должен поехать и снимать. Ты готов? Или сказать хочешь? Нет, я готов ехать. Все. Поедешь. Полная зарядка. Чтобы было до единого шага все заснять. Очень важные люди едут. Люди, которые финансировали нашу поездку. А во сколько они приезжают? Откуда? Мы ничего не знаем. Сигнал если поступит. Может они доедут до суда. Николай Крущина. Я говорю. Ты инструктируй тех, которые поедут. Сделай слепых отпечаток свой на них. Все, что ты знаешь, передай им. Он был дальнобойщиком. Он главная фигура. А мы-то с ним сидели. Это так. Сбоку припека. Это дальнобойщик. Не просто дальнобойщик, а с особым щитьем. Один из примеров. Мы едем в Португалию. Где страна в Португалии? Знаете? Это конец Европы. Атлантический океан дальше. Дальше ничего нету. Языка португальского не знаем. И один телефон. И он не отвечает. Где искать? Нам русские люди нужны. Нам нужна центральная библиотека Португалии. Николай за рулем сидит. Я только глазами зыркаю куда? Ну что, мелькают улицы. Мы в столице Португалии. И вдруг совсем небольшой отросток. Он сворачивает в эту улицу. Он тоже не был. Он тоже не знает. Хотя он и бывал за границей. Там он не был. Едет и не останавливается. Да видно, что не главная улица. Нам не это надо. Нам надо где-то к полицейским. Я знаю порядок какой. Он совсем делает не то, что я знаю. Но я молчу. И вдруг сидят какие-то, видно, пенсионеры. Трое. Он так около них тормозит. Вот если бы дальше ничего не было, я бы вообще в неведении остался бы. Мы останавливаемся и начинаем разговаривать. Один из них понимает по-английски. И говорит раздельно, четко, ясно. Для нас не учи. И оказывается, он знает где русский храм. Но туда проехать требуется 20 евро. Мы не можем разменять. Но у нас деньги большие. Самое большее, что там меняют, это 100 евро. Но существует у них и 500 евро. Ну, 500 умножить на 60. Ну, понятно, что это... Сегодня у нас бы денежи единицы было не 5 тысяч, а 30 тысяч. Их таких нету. И никто не меняет. Автосервисы там разные, заправки нигде не меняют. Теперь у нас задача найти русских и разменять деньги. У нас деньги есть, а они мертвые. Их легко хранить. Мы почему взяли их? Потому что, ну, несколько бумажек и скрылось все. Этот человек начинает с ними по-своему говорить. А вот этот, говорит, человек, у него деньги всегда есть. К нему надо подойти. Сам, сам говорит. И не за глаза. Мы можем подумать, что они, говорят, может замануть нас, да, и ухайдакать. Нет. Мы его пошлем. Он сейчас принесет. Он вам разменяет. Он несет деньги и меняет наши крупные купюры. Теперь из этих мы набираем. Мы ему отдаем. А он был с огромным псом таким. И у нас своя собака. Он только спросил у вас, кто, самка или кобель? Сука, мы говорим, кобель. Чтобы они случайно не... Он его в машину сажает. Идет, выводит машину, едет. Мы за ним едем. И он в самом конце не знает где. Он заходит в полицейский участок. А от него всего на три дома православных. У них там, кажется, сверху и креста даже нет. Русский православный храм. И у них в этот день престольный праздник. Это надо дальше видеть, как события разворачиваются. Он маленько погодя уезжает. Он довел нас. Теперь, Николай, как ты мог найти? Он, может быть, один человек такой в этом городе был? Не знаю. Это означает наитие. О нас молились очень многие. И Господь взял его руки, куда повернуть баранку. Он сам не знает этого. Он специалист высокого класса. Просто высочайшего класса. Но здесь он такой же, как я, он еще не знает. Что я знаю даже от слова какие по-английски. Так он их не знает даже. А тут надо было только прислушаться, что Бог делает. Господи, веди его руками нас. Нам нужно, чтобы Николай отпечаток сделал на сегодняшнем, на Марьясово. Потому что я ехать не могу. Если я поеду, только в гробу привезут. Все кричат. Не могу. Я утром мне двадцать стою, и позвоночник расползается. Совершенно. И вдруг Валера Сокольский. Я ему говорил, будь запасным игроком. Вчера Сергея звонит. Тут же его мама Валентина Арефьевна всегда поздравляет. Ну и, значит, и Сергей. Голос бодрый у него. А тоже что-то отнекивался. Тропой одной идете. И вдруг он... Ну, значит, есть о чем молиться. Молиться. Значит, пойду я к барабашам еще. Когда мы нашли этот диск и договорили, что они нам на воскресенье дадут творога сливок, я пойду сейчас еще больше нажимать. Что столько людей... Берите на бардаш два дня. В воскресенье, понедельник. Потому что в понедельник не все еще уедут. Два дня. Кто может? Чем может? Тем поможет. Чтобы у вас все было. Потому что кто-то засобирается, кто-то остается. Ну, все, чтобы поняли, как хорошо жить в деревне. Когда свои продукты все чистое. А сегодня, вчера трехлитровую банку молока принесли. Я открываю, она стояла сверху вот таким слоем сливки. Ну, куда? Шарику? К окошкам. Сам облизнулся около банки, около этой. Посмотрел. И слить куда-то да домой найдем мы еще. Вот. Мы придержимся того, что нам заповедовала наша Святая Православная Церковь. Не нарушить поста. А то вот сегодня у меня сколько уже известий, как приготовиться. И маленький вопрос хотел задать этим хлопцам. Так. Что у вас на ногах под сапогами? Носки. Носки? Это трава. А ну-ка покажите, у кого есть носки. Покажите дырочки на носках. Дырочки. Снимите быстренько кто. Покажите. Ну, у кого дырявые носки. Покажите, дырявые носки меня интересуют. У меня не дырявые. Ну-ка. Где показывай дырку. Снимай. Дырка. Сними. И на одной ноге вот сюда подойдешь. Так. Покажите, у кого дырки на носках. У меня целые, целые. А? У меня целые. Не надо. У кого дырки на носках. Я чувствую, что у меня целые. Разуйтесь, посмотрите. Дырки слез вот сюда, подойдите. Снимай. Я делаю это не просто так, чтобы разуть вас. У тебя что, дырок нет на носках? Да. А куда у тебя дырявые делись? У меня не было. Оливительно. У меня? Не было. Что за носки у вас такие? Я выкинула. Так. У кого дырявые носки, вот сюда подойдите. Были? Да. Ничего не зашито. Показывай. Ну чего ты боишься-то? Ну, сунь туда руку, пальцы покажи. Ну, скворечник. Скворец вылез. Почему не зашито? Ну, не знаю, как их зашивать носки. Не знаю, как зашивать. Так же, как ты штаны зашивал. Ну, ни разу носки не зашивал. Ну, ладно. Чтобы не было вам обидно, я снимаю носки свои. Вот смотрите, наступает утро. У меня оказалось, что я пробил дырочки. Вот она, пожалуйста. Видел? Ну, понятно, нет? Вот посмотри. Это все время ты должен проверять. И дорогой занимался я, когда ехали. У шоферов, у кого что случилось, я спрашиваю, у кого оторвалось, что есть. А у тебя сумочка на боку висит и толку никакого нет. Я снимаю другой. Смотри. Смотри. Гляди, какие носки. Сколько здесь дырочек. Видно, нет? Да. Вот. И они все такие. В этот носок тоже продрался. Вчера ходил. Вот оно. Заплатка. Все. Я взял заплаток с собой. У кого дырочки, я дам заплатки. На. А остальное по размеру и сделаешь. А туда положи что-нибудь круглое. Держи. Ваня, бери. Так, кому дать еще? Нет. Держи. Положи в карман, не потеряй. Так, Ваня, сейчас я дам. Только не деритесь. Только не деритесь. Только не деритесь. Так, кому еще дать? Так, подлип. Так. У нас черные нитки есть. Так, передай просить. Так, кому дать? Если продерется, у тебя нечем зашить будет. А так будет еще. Ну, держи. Так. Еще кому? Все. Дальше мои дырочки на ноги полезны. Понятно? Страшно не люблю, когда прорваны дырки где-то. Она может быть старая одежда. Даже может быть запачкана. Это ты внезапно где-то запачкал. А не зашитая, это означает тебе это все равно. У тебя будет смазолена нога. Рот закрывай, когда подзеваешь. Делай руки сюда. Вот так разве можно? Иначе, конечно. Только подзевай сразу. Давайте подземнем. Оооо. Паша никогда не подзевает, да? Давай. А ну-ка щихнем давайте. А ну-ка щихнем давайте. Ну где платочек? Да не в руку. А это стоит баллой рукой, стоп не ловит. А ну-ка правильно щихнем. Так. Так. Все. Все говорится. Иначе, на двух дежурных надо отправлять. Наша школа. Двух дежурных. Кого? Так. Добровольно. Вы выходите двое. Все выше. Хорошая дежурная. Идите. По лужам не топчитесь. Так. Все. 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 Это мой товар. Ты работник нанятый. И поэтому. Выполняй как. Не прикасайся. Пока. Несколько раз мы не сверимся. По величине. По кадрам. По первым. Последним. Какие там есть картинки. Убедиться. Что все у нас сохранено. Потому что. К нам приходит много людей. Специально по лагерю. Настолько им это интересно. И главное. Менение людей. У всех. Меняется в положительную сторону. В начале Таня. А вот так. Вы. Там. Здесь. Ни одного нету. Да. Я стирал. Игнать Тихонович. Свой ролик. Старые ролики стирал. Да. И. Он это. Затормозил у меня. Я два раза нажал на кнопку. Еще мне это дало пояснение. Ну просто. Еще мне это не дает. Верни его. Вот и все. А эти объяснения мне еще не дают. Понятно. У нас было один раз так. Мы записывали занятия с детьми. Там. В Барнауле. И в это время. Вот тоже стоит. Владимир Александрович стер. Ну я тогда попросил тех. Кто с детьми занимался. Подготовиться. И следующее воскресенье. Мы заново записали. То есть это можно. Возвратить. Как бы. Хотя. Одни песнопения. Мы знаем какие они пели. Но есть такие моменты. Которые. Никак. Нельзя возвратить. Это. Ушедшее событие. Были люди. Они уехали. У нас ничего нету. Мы их найти не можем. Они далеко уехали. Понятно? Понятно. Поэтому находясь здесь. Под строжайший контроль. Поставить все надо. А ты-то думай все время. Записывай на бумажку сегодняшний день. Что надо взять. Где наши котелки. Где чайники. Где решетка. То есть снарядить так. Чтобы ничего не было забыто. Дальше. Если чего-то нет. Надо ехать в Барнаулах. Оттуда провожать. Кто поедет. По северу это сия поеду. Там все. Все абсолютно им заложить. Ехать. Видимо придется во вторник. В понедельник. Я буду ехать отсюда раньше. Но оттуда во вторник с ними приехать. А отсюда с машиной выйдем в понедельник. Которые поедут. Это пока уже намечается. Какая будет ситуация. Одно из условий это подчиненности. Другие характери я не знаю. А Сергей бывает конфликтное. У него настроение. При мне это все было в норме. Как они там поведут. Поэтому мне придется полными полномочиями наделить. Александра Сергеевича Марьясова. Чтобы они подчинялись. Сергей ни на чем бывает возникает. И сама ему другая весовая категория. Сражаться не приходилось. Он скрипя сердце может быть делал. Хороший человек. Разумный. Но главное что есть это легкомыслие. О последствиях вообще не думает. Это нельзя. Ты должен продумать намного дальше нежели твой противник. На несколько шагов. Иначе тебе подрежут путь. Об этом надо молиться. Политик считается тот хороший. Который смотрит на то как будет жить будущее поколение. У нас все сейчас газ. Все за границей гонят. А в Америке свои есть месторождения. И они все время закупают и закупают нефть везут. Спрашивается зачем. А у них огромные подземные резервуары. И они туда закачивают миллионы. Для будущих поколений. А у нас наоборот. Выкачивает все. За нами кто придет ничего нет. Пустая страна. Хороший отец. Деньги не пропивает. Не продает. А он копит. И при том необходимо. Деньги. Девальвация. Дефолты. Разные кризисы. Искусственно это все сделано. У него ничего нету. А ты заведи корову. Козу. Лошадь. То что кормит поет. Обработай землю. Застолби ее за собою. Твои дети придут и будут благодарить. Сделай их богатыми. Город сделать бедным в одну минуту можно. В одну минуту. Сегодня нажать кнопочку. И сказать. Перекрыто. В магазин нам больше ничего не завозится. Все. Завтра будет грабежи. Все сойдет. Вам оправиться некуда. Даже если вы болтами за свои унитазы внизу зажмете. Все прорвет. 20 этажей. Там страшное давление. В дерьме весь город поплывет. Выйти на улицу нельзя. И в комнате жить невозможно. Из Москвы пробка. Уже подсчитали специалисты. Пробка из машин будет 130 километров. Как отсюда до Барнаула. Это пробки. Поэтому заранее выходить. Детям особые записки. Написать. Телефоны. Все положить в карманы. Дети будут теряться. Просто потерялись. Отошел в сторону. Где-то. Образуетесь группы. 100-150 человек. Где-то там выехали. 500 километров. Где-то в лесу. Чтобы у вас было все немедленно. Начинать обрабатывать землю. То есть сегодня инструктируют. Мы едем в автобусе. И в автобусе показывают. Там как панно такое идет. Как вести себя в случае войны. Это открыто все говорится. Едешь в городе и считаешь. Началась война. То-то, то-то. Как себя вести в плену и прочее. А да ничего не будет. Не будет. Значит у тебя все и будет. Ты заранее должен это думать. И пока не началась война. Что ты не можешь с десятью тысячами против двадцати тысяч идти. Писание говорит. И вышлишь послов и запросишь мира. Так написано? Да. А начало башни строить? Нет. Думаешь здесь быть? Прикинь. Все. Конечно. Построиться одному невозможно. Да еще если согласия нет в семье. Нет больших средств. Поэтому приобрести домик. Даже какой бы он ни был. Если есть у него фундамент. Крыша над головой. В десятки раз легче. Ты готова только подправлять. Завезать доски. Там пол часа сделал. Остановить все у тебя. А это каждый кирпич. Ты сам это не сделаешь. А даром никто не будет. А большие деньги. Тут говорить не надо. Значит. Возможность еще есть купить. Примерно два-три дома. Требуется ремонт. Конечно. Стоимость такая. Мальчик сказал там двести тысяч. Но это не то что он копает сейчас там. Он только сколько заплатил за арматуру. Пятьдесят тысяч. А сколько шоферов. Бальдозеров. Экскаваторщиков. Десять. Так еще еще нету кроме ямы. Нету. А я не спросил за песок. За щебень. За проще это. А когда начнет строить. Из чего материал. Эти доски. Это каждая доска. Не знаю. Это сто пятьдесят что ли рублей. Больше. Больше. Это уже старые цены. Поехали. Тут еще есть два-три дома. Один. Я сказал. Который даже после Хиросимы стоит. Там. Жил человек. Который любил выпить. Но это все легко разобрать. Дом остается. Сразу заводить хозяйство. Чтобы были коровы. Как батюшка. Были овечки. Батюшка может помочь в этом деле. То есть я. Может вы никогда тут и не будете. А я уже заранее все это просчитываю. Полная покорность. Устав в деревне есть. На все просить благословения. Эти люди которые приехали. У них ничего не было. Все. Три удара. Три удара. Да. Ну и все. Идем. Ох как хорошо. Дайте пройти-то. Вломитесь. Как будто. Ни разу не ели. Ну пойди. Пойди. Давай. 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 Когда в первый удар ударили, шел шагом, вернусь на то место, где удар был, и оттуда бегом пробежать. Туда и обратно бегом. Так, назад бегом. Вы никогда не нарушаете это правило, потом вы это поймете. Потому что за вами смотрят дети. Они это понимают, он ударил колок, а убежит. Я иногда ударю, я бегом бегу. А что это такого? И все в чем видит какое-то унижение для себя. Унижение, что ты не слушаешься. Что ты креолы ничего делать не умеешь. Папка, мамка не всегда будут рядом. Приучи жить самостоятельно. Что интересно, вот у нас стараются, когда получить какой-то документ, надо там человек где-то кому-то подсластить, начальству. С партии как было? Спартанцы. У него выпускной вечер. Ему уже лет 14. Это уже считался мужчина. Последний экзамен. Порка. Начинает его пороть. Раздевается до гола и дальше бичами полосует его. Один стоит и смотрит, как у него лицо, исказилось от боли или нет. И он сморщился. Все, экзамен не сдал. Так, вышвырник его за забор. Нам такие не нужны. И вот теперь ни копейки, ничего нету. Одежу ему отдали. Вот теперь иди питайся. Сколько? Четыре месяца. Четыре месяца. Чем хочешь занимайся, вернешься сюда, если ты нужен. Иначе ты не мужчина. За тебя ни одна женщина замуж не выйдет. Это определенно. Ты изгоем будешь. Бродящей собакой. Самые лучшие воины в мире. Самое крепкое в мире государство. Я уже рассказывал, если не ошибаюсь, у острова Пиджи. У них особые законы. Ну, когда стали расспрашивать, он в Англию приехал и говорит, ну, у нас тут законы не такие, как у вас, а какие? Ну, у нас, например, закон такой, если женщина твой нет, спасать нельзя. Как нельзя? Нельзя уголовное преступление. Если ты женщину спасаешь, ты можешь сам пойти на плаху. Да как это так? Да женщина это слабое создание, надо спасать. Ну, такой закон. Так у вас еще женщина-то на каждом шагу тонет. Он говорит, а у вас? Ну, у нас нет. Говорит, мы спасаем. И сколько у вас спасенных? Ну, много. А погибших? Триста примерно. А у нас за триста лет ни одна женщина не утонула. А почему? А мать ей говорит уже в ванне. Учись, дочка, тебе не на кого надеется. И она как рыба плавает в воде. Она мужчин спасать будет. Чем строже закон, тем лучше. Мы говорим, у нас вот законы такие, там сколько промилле, какая у него алкогольная зависимость, определяет шофера. И показывает ролик. Таиланд. Шофер, видимо, выпил. Его задержали. Ну, на что задержали? Лишается прав. Ну, он дома теперь нахлобучивает, а потом придет и такой же. А здесь так, он приходит. Тут сидит врач, осматривает, какое здоровье у него. Дальше ему вот здесь вот надевают особый кожаный такой. И только две половинки, две булки, видать, оно голое. Стоит здесь экзекутор, здесь судья, врач. Осматривает все, привязывает руки, ноги его. И теперь начинает его пороть. Раз, только слышно, а другой говорит, раз. И вот видно, как вот он начинает сзади подергиваться. От него не зависит. Наконец темнеет. Наконец порванная кожа. Течет, теперь уже по мясу, по голому долбит. Он молчит. Сколько назначено? Видно, маленько сползла эта, которая окошке-то ему там сзади сделана. Снова подправили, еще туже затянули и дальше начинается. Это все в интернете выставлено. Я перетащил к себе на форум. И мы спрашиваем, у вас пьяных много? Да, бывают. Бывает. А сколько аварий? Ну, бывает. Процент. В сравнении с ними у нас где-то в 250 раз больше. А в других местах пьяный вообще не за рулем нигде. Смертная казнь. Человек вышел. Да я, у меня, теща, пьяный. Забрать его. Проверили пьяный. К вечеру казнить, отрубить голову. И сколько у них пьяных? Ну, было, говорит, 56 человек задержали за год. А в основном это туристы. Туристов они не казнят. Вот корабль заходит, там, кажется, из Нидерландов, в город Джигда. Он зашел, ну, встречает, обычно, когда ты уходишь в чужой порт, я заводил сам корабль, за штурвалом стоял. Знаю, как это сложно, столько кораблей, какому борту не задеть, узкий канал где-то, и выходит Лоцмонский маленький катерок. А на нем тот, кто проводит. Он знает фарватер русла, куда и он командует. Ну, он все, завел корабль и пошел посмотреть, как у них. Заходит в буфет, в буфете стоит там водка, вино. Ну, это другое государство, это разрешается. Но буфет должен быть закрытый, запечатанный. А он не закрытый. Капитан завозился там, ну, и помощник, это виноват капитан, прописано. Капитана сразу арестовали и в тюрьму. Да корабль обойдутся. Сколько? Шесть месяцев тюрьмы. Тридцать тысяч долларов. И каждые две недели выводить на площадь и по сорок ударов. По недодому-то летел, земли не доставал. А корабль ушел без него. Это сразу везде выставили. Следующие еще пятьсот километров до этого порта. И все проверяют на нескольких печатях, запечатывают свои буфеты. Ни одной аварии нету, пьяный. Ни одной аварии во всем государстве Ирака, Тунисе, Саудовская Аравия. Вы не знаете, какие там законы. У нас вор сидит какой? Шестой раз. Да кто-то попался шестой раз. Он шестьсот шестьдесят шестой раз должен был сидеть. У них так. Я, говорит, слышу, что-то толпа, пыль какая-то. Говорят, что случилось? Сук, сук, сук. Вор попался. Вся толпа, весь базар идут. Следующий... Аверянство пишет. Это его книга. Следующий раз, говорит, я прохожу по этому месту. На следующий день смотрю, говорит, кисть руки, почерневшая на солнце, прибитая к воротам базара. Это что сделали? Все. Почерневшая, говорит, на солнце кисть руки. Он будет воровать? Может воровать. Вторая рука, третьей нету. Отрубается голова. А что своровало? Они имеют значения. В Библии написано, если человек голодный крадет хлеб, ему не спускай. Даже хлеб голодному ты можешь только просить. А у них в законе прописано, нищему помоги. Ты обязан помочь. Ты мусульманин, а ты христианин. Понимаете, какие уроки мы здесь проходим? В каком лагере вам это расскажут? Господи, ты дивно велик. Слава тебе за этот чудный день, за эту прекрасную погоду, за хорошие и недобрые известия. И ты всем нас научаешь. Хвала тебе. Благостри приезжающих и отъезжающих. Все устрои, как тебе угодно. Приготовь людей к святому крещению. Почти добрые жители, сирения наша. И укажи, кто должен закончить неоконченное дело. Поехать в дальнюю сторону. Тебе, Господи, слава. Честь поклонения. Отец, Сын и Святой Дух. У кого нет платочков? Показать всем. За стол садим. Выходи. Что покажешь? Платочка нету. Ну нету, ты знаешь, что делать. Дуй во все лопатки. Вот всем тополям. Вон там растут где. Фуражку надень не забудь. Без фуражки не выходи, а то сразу наказание будет. Так, все? Жесткие меры. Так, дед, я не вижу у тебя платочек. Так, подождите. Есть ли он у ней? А то с ним вместе побежишь. Вот есть, все. Руки боем, ребят. Стоит здесь, дорогие. Стоит здесь. Стоит здесь. Стоит здесь. Что встали-то? Вперед, густок. Он на 3-й, ребенок. Я не напомню, хотя бы об одном. Постепенно кинуть обладается другое. Один. Как это сели? В полное молчание. Прослем, разни. Руки, кто не мыл, помойте. Проходим, проходим. Горячо, горячо, горячо. Горячо, горячо, растеркнулся. Еще что надо? Так, внимание. Я сказал, внимание. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Руку не доносит. Василиса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во славу Божьей до света. Бог ящик. Позвольте. Все. Вы каждый день Встречая, благодарите Бога, что ночью не умерли. И заканчивая день, благодарите, что остался жив. Вот у евреев молитва особая. Они все время благодарят мужчинам. Благодарю тебя, Господь и Бог моего, что сотворил меня мужчиной, а не женщиной. Ежедневно благодарить за это. А женщина, а ты благодари Бога, что тебя женщина сотворила. Что через тебя продляется жизнь. Что ты ходишь в полном послушании мужу. Куда переехать, чего никогда муж женой в этом вопросе за ней не шел. Он пошел и все, они пошли в страну Моавицкую. Я не призываю к этому. Должно быть полное согласие. Иначе ничего не получится. Но надо помнить, было не так. Так. Мы сейчас позевали. Руки под столом, а рот разъянул. Руку лень поднять. Больше ничем нельзя объяснить. Позевая, прикрывайте рот. Вот святая вода. Помаленьку возьмите. Держи. У меня два года болел глаз поврежденный. Вот этот вот. Занес инфекцию. А пострижены ногти были. И стал вот здесь вот околоносную задевать и ее порезал. Два года болели, тут еще не было. Святой водой я каждый день промываю. И вот уже целый месяц у меня легче стало. Я думал, совершенно лишился глаза. Так, ко мне подойдите. Подопечная. Мне натерли что-то. Тарасик. Ну, Вика где-то у меня была. Вика где-то у меня была. Всем хватает, Вика. Всем хватит пока. Подальше маленько на меня. Извините сюда. Подальше в крайний. Так. Енафа. Подходи. Сейчас ты ешь. Держу. Подальше. Подальше. Передай. Подальше. Морковочка. Морковочка. Ой, сладкая. Вот. И кто ест ее, быстро растет. У него зубки не болят. Здорово, правда? Морковочка. 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 Дать тебе? Сегодня у нас 8 июля 2015 года. Субтитры сделал DimaTorzok